Британская компания Rebellion Вновь Вторая мировая война Вновь Берлин с окрестностями, Бранденбургские ворота и маниакальный Гитлер где-то за углом Только теперь война приближается к своему завершению Снайпер пробирается по разрушенным улицам, преследуя цель, которая приводит его к страшному оружию, ученым и спасению миллионов С одной стороны ему мешают наступающие русские, с другой фашисты, которые отказываются отступать Приходится убивать то первых, то вторых Все во имя мира на земле Сюжет явно никому не был нужен Он абсолютно вторичен Легко представляется творческий процесс у разработчиков Какой сюжет будет в нашей игре? Ну, какой-нибудь А о чем? Ну, о войне, о тайном оружии Ну, что-нибудь придумаем Хоть ролики все хорошо поставлены Пафосные, со взрывами и красивыми ракурсами Смысла нет, но смотреть приятно Точно так же приятно смотреть на разрушенный Берлин Сплошные обломки, проломленные стены, сломанные лестницы, дырки в полу, пыльные фортепиано И брошенные золотые слитки, которые предлагают собирать просто так, для ачивмента Выглядит симпатично и достойно, но все-таки дизайн уж больно однообразный Да и оптимизация могла быть получше Хотя у разработчиков с ней всегда были особые, дикие отношения Многочисленные обломки, камни, заборы, коробки и обрушенные стены Имеют и другое, более практичное значение За ними можно и нужно укрываться Второй Снайпер Элит Значительно больше напоминает обычный современный шутер В котором снайпер уничтожает врагов в тех же объемах, что и в Спейсмарины Герои, кстати, носят при себе не только снайперскую винтовку и пистолет Но и какой-нибудь автомат Томпсона или ППШ, например К счастью, многие противники предпочитают держаться на расстоянии И лишь немногие подбегают ближе Так что за автомат берешься не часто Теперь значительно чаще можно наблюдать за пулей Как она летит в слоу-мо, как вокруг нее вертится камера и как падает враг Едва ли не каждое убийство сопровождается подобной сценкой А лучшие выстрелы награждаются еще и вот таким рентгеном Где видно, как рвется сердце, легкое или другие органы Как ломаются кости или как взрывается череп Это впечатляет Несмотря на то, что нагло подсмотрено в последнем Mortal Kombat Впрочем, немного стелса и чисто снайперских утех осталось При себе у героя есть не только гранаты, но и фугасы и растяжки Количество их можно выбирать перед миссией Но на легком и среднем уровнях сложности про них, как и про стелс, можно забыть Нет надобности Она появляется только при высокой сложности Когда тактических подсказок нет Когда раны зализываются долго А смерть наступает после двух ранений Вот тут и растяжки пригодятся И появляется нужда в тихих убийствах под шумок В конце концов, можно самому настроить себе сложность миссии Только немного их миссий Всего 11 Если не читать дополнения про Гитлера из коллекционного издания Так что заканчивается кампания быстро Дальше есть несколько вариантов Во-первых, кооператив Можно еще раз пройти сингл с другом Потому что так значительно интереснее и веселее Хотя по правде лучше это сделать сразу Можно опять же попробовать отдельные совместные задания и режимы В одних приходится выдерживать волны В других собирать запчасти для танка или автомобиля Есть более увлекательный режим двойки В нем обязанности игроков разделяются Кто-то бегает с автоматом в поле и выполняет задания А кто-то прикрывается снайперской винтовкой Наконец, есть в игре и мультиплеер Но режимов в нем совсем мало Десятки кемперов бегают по развалинам и соревнуются Кто дальше всех стрельнет и кто больше убил И все Развлечение это не столько для терпеливых Сколько для внимательных и расчетливых Ставим растяжки на входе, забираемся на башню, ждем, следим Пока в другом конце карты что-нибудь не сверкнет Так и со второй снайпер элит в целом Неплохой экшен, не раздражающий, не страшно на вид Только блеклый Бегаешь, наблюдаешь за пулей И все пытаешься, пытаешься, пытаешься Разглядеть что-нибудь особенное Удачи и до встречи на плейграундру Редактор субтитров А.Семкин